Нуки появилась в центре Бэйр-Давид в начале мая 2023 года. Нуки – девочка 10 лет. Вскоре после рождения ей был поставлен страшный диагноз ДЦП. Нуке повезло, ее интеллект сохранен, она может разговаривать и даже учиться в школе. Жалобы на момент начала курса терапии. Отставание в развитии заметили примерно с 6-месячного возраста. При осмотре девочка правильного целосложения, достаточного питания, кожные покровы, обычные окраски. Тургор тканей не снижен. Выраженная контрактура шейного отдела. Ребенок не контролирует положение и движение головы. Угол разворота по отношению к уровню плеч около 35 градусов. По отношению к оси тела около 100 градусов. Живот для пальпации недоступен из-за выраженной спастики прямых мышц живота. Мышцы на ногах сохранили объем. Д равно С. Мышечный тонус повышен. Д больше С. Что вызвало укорочение сухожилий и нарушение подвижности в ногах. Мышечный тонус верхних конечностей высокий. Д меньше С. Произвольные движения невозможны. Движение рук не контролирует. Ребенок самостоятельно контролирует функции тазовых органов. Диагноз легко подтверждается следующими видео от 5 мая 2023 года. На этих видео легко видеть степень контрактуры и то, насколько ребенок не владеет телом. После первого курса терапии нуки была выписана со следующими улучшениями. Результат проведенного лечения. Значительно снижена контрактура шейного отдела. Ребенок удерживает голову и контролирует ее движение. Угол разворота по отношению к уровню плеч около 90 градусов. По отношению к оси тела около 90 градусов. Исчезла асимметрия лица. Появилась произвольная мимика, симметричное движение губ. Живот мягкий, доступен глубокой пальпации. Прямые мышцы живота незначительно напряжены, спастики нет. Ноги в физиологичном положении, мышечный тонус в норме. Появилась возможность произвольных движений. На занятиях по развитию мелкой моторики может выложить руки на стол, раскрыть ладонь, выполнять задания. Вегетативные реакции полноценные по всей поверхности тела. Симметричные. Началось восстановление структур спинного мозга. Восстановление нуки продолжалось и после окончания первого курса. И на второй курс терапии нуки приехала в начале июля 2023 года со следующими данными. Самостоятельно удерживает голову в правильном положении. Контроль за положением теряет только при волнении. Значительно возросла мышечная масса на руках и ногах. Появилась опора на ноги. Стоит с поддержкой ортезами. Значительно снизилась контрактура мышц рук. Появились произвольные движения. Ребенок адекватно проявляет эмоции, поддерживает диалог. Лицо полностью симметрично. Мышцы лица без двигательных нарушений работают в полном объеме. Полный самостоятельный поворот головы. Второй курс терапии еще не окончен, но улучшения продолжаются. На 27 июля 2023 года состояние нуки имеет следующие характеристики. Поворачивается самостоятельно со спины на бок и обратно. С живота на бок, на спину и обратно. В положении лежа может сделать жим на прямые руки и удержать положение тела. На кровати, когда, например, спит или лежит, может ребенок поворачивать. Уже начал поворачивать на правой стороне, на левой стороне. И когда поворачивал, руку не мог вытащить. Но когда мы поворачивали, руку остается всегда вот так, оставался. И не мог вытащить. Сейчас уже старается и поднимает тело, чтобы вытащить руку. И вытаскивает. Улучшилась мелкая моторика. Начала контролировать движение рук. Передает предмет из одной руки в другую. Может самостоятельно взять предмет. Удерживает предметы в руке. Пьет из чашки. Появилось понимание и критическая оценка ситуации. Старательно выполняет все задания. Давай вперед ножку. Выставляй. Вместе с моей. Давай второй шаг. Два. Два. И еще давай. Три. Дыши вперед, смотри. Четыре. Давай, 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 давай. Ну-ка, сама. Сама. Я тебе помогаю, но я тебя не держу. Давай, сама. Давай, еще. Молодец. Еще давай. Молодец. Давай еще. Молодец. Еще давай шаг. Сама. Сама стоишь. Молодец. Молодец. Все, молодец. Гурам, отец внуки, рассказывает об их опыте различных терапий. Пока мы сюда приехали, Тавитру и Иосифу, мы везде били. Все пробовали, чтобы помогать дочку. Но ничего не могли сделать. Ребенок не мог хорошо кушать, не мог спать, не мог руками шевелиться. Но у него в руках закрыто было. Чтобы открывать там. Сила меня для Тавита, чтобы открывать. Ну, приехали сюда. И уже ребенка лучше стало. Благодаря Тавиту и Иосифу. Ты лучше. Расскажи, что именно? Что стало лучше? Уже рука может шевелиться. Там палец считает. Голову хорошо держит. Много чего там. Извинения много чего есть. Ну, разговаривать хорошо начал. Очень поумело. Такие вещи говорят, что взрослый ребенок не может. Взрослый человек не может такие вещи придумать и сказать. Мы очень благодарны. Обязательно еще приедем. Дай Бог, что все было хорошо. Еще приедем и будем продолжать лечение. Да, и будем надеяться, что восстановится ребенок. Еще нога начала открывать. Когда она встала на ноги уже, собственно, вот. Когда Хэзди отдеваем, уже стоит. Такие силы не надо нам, чтобы держали. Силом держали. Так просто невозможно было его держать. Но сейчас легче стало. Начал патухолку шагать. Много чего начал. Ну, то есть видно, что восстанавливается. Это прям здорово. Да. И там видно тоже. Когда... Хорошо, я отец ребенка. Да, я вижу, но другие тоже, кто видел ребенка раньше. Тогда, когда сейчас смотрят, да, все радуются, потому что ребенок изменился. Ну, Тём, мы пожелаем, чтобы ребенок изменился уж совсем до полного здоровья. Да, обязательно. Надеюсь, что все будет хорошо.